В этом выпуске разбираемся в цифрах благотворительности, рассматриваем, что изменится в российских законах с февраля и изучаем, на какой позиции оказался Новосибирск в рейтинге качества жизни. Новосибирск в рейтинге. Частной благотворительности. Но годом ранее мы были на 124 месте. Индонезия, Австралия и Новой Зеландия на верхних позициях. Помочь разобраться с этой деликатной ситуацией мы попросили Сергея Митрофанова, директора по пиар фонда «Подари жизнь». Сергей, рады слышать и видеть вас в сибирском эфире. И вам спасибо. Да простите вы мне мою формулировку, но как мотивировать россиян активнее, а не одноразово, участвовать в благотворительности и поможет ли в этом инициатива Минэкономразвития. Мы с вами до эфира успели пообщаться и вы верно заметили, есть благотворители, а есть те, кто жертвует милостыню. Первых от других отличает регулярность пожертвований. Не одноразовая акция, верно? Но вы не можете со мной не согласиться, что уровень недоверия к благотворительным организациям достаточно высок. Сомнительные конторы, которые не гнушаются ничем, лжеволонтеры, которые собирают в прозрачной коробочке деньги для больных детей, якобы. Но существует поверье, что этих детей уже давно нет в живых. Поэтому каждый из нас задается вопросом, кому пошли мои 100 рублей. У вас столько много вопросов, что я прям даже не знаю, с чего начать. Ну, наверное, с того, что вообще, давайте немножко объясню, а в чем, собственно, эта инициатива и нужна ли она. Действительно, некоторое время назад Минэкономразвития проводила опрос среди благотворительных фондов, спрашивая о том, что же вы хотите, что мешает, какие законодательные барьеры существуют, что мешает развитию благотворительности в стране. Они собрались эти данные и на этой неделе представили концепцию, которую также решили обсудить с представителями благотворительной сферы. И основная идея их заключается в том, чтобы мотивировать людей делать пожертвования, мотивировать людей участвовать в этом через налоговые преференции, прежде всего налоговые льготы. Развития благотворительности не будет, если не предоставить налоговые льготы бизнесу. Сергей, сегодня доля россиян вовлеченных в пожертвования 67%. Технически это больше половины, но многие или жертвуют деньги на благое дело, чтобы получить социально-налоговый вычет? То есть, например, если человек пожертвовал в тот или иной фонд или в ту или иную организацию, то он вправе требовать обратно от государства налоговый обратно, то есть тот самый 13% налоговый доход, который он плачет обычно, и таким образом он может потребовать это обратно. Но ведь что получается? Если сейчас я вспомню это исследование буквально недавно, среднее пожертвование по России в год – это 870 рублей. Смотрите, то есть человек, если он хочет получить свои 13% обратно, это 100 с лишним рублей, 110, кажется, рублей, но для этого им нужно пойти в налоговую инспекцию, заполнить массу бумажек, и всего-всего многие этого просто не делают. И поэтому, естественно, эти деньги остаются у государства, которое оно благополучно тратит на свои нужды. Хотя, казалось бы, эти деньги благотворительный направляет куда? На тот или иной организацию, на решение тех или иных социальных проблем. То есть сейчас Минокровое развитие предлагает вот эти 13% объединить и позволить фондам и организациям просить эти деньги себе. Ну, понятное дело, с согласия самого жертвователя. То есть если человек пожертвовал и подписал о том, что он согласен с тем, что налог на это пожертвование также пойдет в фонд или в организацию, то организация, соответственно, это может потребовать уже у государства. Если один человек, он получит 100 рублей, а если это в организации, у которой там тысячи, например, людей, которые их поддержали, проекты и так далее, то это уже, соответственно, другая сумма. Спасибо, Сергей. Как вы скромно отметили, теперь у благотворительных фондов все будет хорошо, потому что в дело пришли профессионалы. Сергей Митрофанов, директор по пиар фонда «Подари жизнь», разбирался с нами в инициативе Минэкономразвития сделать благотворительность образом жизни для большинства. Еще немного цифры о том, сколько не жалко. Итак, 67% россиян в течение года жертвуют на благотворительность, и общая сумма составляет от 340 до 460 миллиардов рублей. Лидируют в списке благотворителей, как ни странно, россияне с малым и средним доходом. Их общие пожертвования в год составляют 140-160 миллиардов рублей. Далее на втором месте переводы от нефтегазовых компаний. Они отстают от жителей с малым доходом и жертвуют в целом от 100 до 120 миллиардов. Следующие в списке другие крупные организации, жертвующие от 60 до 100 миллиардов в год. Ну а состоятельные граждане делятся деньгами в диапазоне от 40 до 80 миллиардов рублей. А что касается количества благотворительных организаций в России, их зарегистрировано и действует порядка двух сотен тысяч. На предстоящей неделе инвесторов ждет послание президента Владимира Путина Федеральному собранию и экономическая статистика РФ за январь, которая покажет, как чувствует себя потребительский сектор. Как отмечают аналитики Bloomberg, из протокола заседаний ФРС они смогут подробнее узнать о причинах голубиного разворота американского регулятора. В прошлогоднем послании Путин предложил существенно нарастить расходы в условиях низкой инфляции и выйти на темпы экономического роста выше мировых. Однако за это время инфляция ускорилась более чем вдвое, а экономика по-прежнему не разгоняется. Население, кроме того, недовольно пенсионной реформой и падением своих доходов. И президенту, возможно, придется балансировать между популистскими мерами и реформами. Что изменится в российских законах с февраля? С первого числа пенсии и социальные выплаты военным и сотрудникам некоторых правоохранительных органов будут перечислены на карту МИР. Любопытно, но дизайн карты МИР обновили по мотивам советского мультфильма «Цветик-семицветик». Также на 4% будут проиндексированы федеральные выплаты льготникам, в том числе пособия и компенсации инвалидам и ветеранам. В общей сложности, отмечая триорейтинг, ежемесячные выплаты поднимутся у 15 миллионов льготников. С 5 февраля вводятся новые формы уведомлений об использовании права на освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС. Соответствующий приказ Минфина устанавливает два вида таких уведомлений – общая форма для большинства и отдельная форма для тех, кто применяет единый сельхозналог. С 6 февраля устанавливается новая форма налоговой декларации по акцизам на алкоголь и порядок ее заполнения. С 20 февраля, согласно приказу ФНС, меняется форма налоговой декларации по транспортному налогу и порядок ее заполнения. Ну а с 28 февраля истекает срок, в течение которого владелец дачного участка может направить в органы уведомления о строительстве на нем. В этом случае получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется. Новосибирская область выросла в рейтинге качества жизни. Согласно данным ежегодного исследования от РИА-рейтинг, за год область улучшила свои позиции на два пункта, поднявшись с 26 места на 24. Позиции лидеров остались неизменными. В их число вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край. На этом все о других событиях, влияющих на наши с вами деньги. В следующих выпусках РБК Дейли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова